С нехваткой Дед Морозов столкнулись в 2004 году в городском центре культуры. Если с женскими ролями, а это большая часть актерского состава, никаких проблем не было, то на роль дедушки сумели найти только троих. Один из них оказался даже не актер по специальности, а Столя. Ну давай. Ой, какие молодцы! Ой, какие молодцы! Да, костюмы хороши. Однако без подарков дети не остались. Все елки окружили успешно хороводом, даже те, что стояли в ночных клубах. Героем репортаж двумя годами позже стал вовсе не человек, потому что этот кот отважнее многих людей. Принц спас своих хозяев от неминуемой гибели. Пока в квартире все спали, загорелся проводной телефон, и вместо того, чтобы спрятаться в углу, этот рыжий пушистик прыгнул хозяйке на лицо. Вот он, герой нашего времени в нескольких кадрах. Пять лет спустя в Саранске выпустили мультфильм. Не совсем обычным он был потому, что создателями его стали дети и социально-реабилитационного центра «Радуга». Проект «Я в мультике» оценили и на всероссийском уровне. Была проделана трудная, но интересная работа. Детям приходилось даже входить в роль. Куделя хвост, перестянная нога, Через бревно не перескочишь, Для меня ли тебе добраться, Тетя Ворона. Год спустя трехлетие отмечали саранские вездеходы. В вечеринке они предпочли ранний подъем экстремальные трассы в Морозном лесу. 16 джипов соревновались между собой. Первым финишировал экипаж Владимира Сорокина. Трасса была интересная, скажем так, с юмором. Покатались, подышали свежим воздухом, развеялись. Очень интересно провели время. Таким было 15 декабря, в годы работы 10-го канала. Оставайтесь с нами вместе на «Буд, что вспомнить». Арина Мелешкина – Наш Новости. Продолжение следует...